Добрый день, уважаемые зрители! Хотел бы с вами обсудить такую тему. Вернее, с теми, кто голосовал за Зеленского из одного только обещания, что в Верховной Раде, в правительстве, в Верховной Власти будут новые лица. Так вот, новое лицо в виде Арсена Авакова. Арсен Аваков – это новое лицо по версии Зеленского. Какую он испытывал радость в Верховной Раде, когда проголосовали за то, чтобы Арсен Аваков стал снова министром внутренних дел. считают, что лицемерие его на вопрос, заданный журналистами. Как вы считаете, хорошо или плохо будет, если Арсен Авакова будет снова выбран на должность, назначен на должность министра? Он стрел ответ и стрел свою радость. Ответил, я не знаю. А теперь же в Верховной Раде он из такого впечатления, что он выиграл лотерею плато Забава на 2-3 миллиона долларов. Такую радость испытал от того, что снова Арсен Аваков, министр, считает, что это уже не маленький обман людей, своих избирателей, а наоборот, наоборот, крупная уже ложь, которая уже нельзя оправдать ничем. Выражение, что Украина зависит от Арсена Авакова, это вообще уму неподлежимо, неподлежимо, неподлежимо никакому объяснению. Это просто такой тоже фантасмагорический фантасмагорическая ситуация. Все пять лет мы слышали, что без Порошенко Украина невозможна. А теперь мы слышим от президента, что без Арсена Авакова покой и благоденствие Украины невозможно. Тогда надо было выбирать Арсена Авакова в президенты. Зачем нам было выбирать Владимира Зеленского, если он зависим, и Украина зависима от какого-то человека простого. Он, как и мы, все подвергается и болезням, и смерти, и тому подобное, несчастным случаям. И от него теперь зависит, по словам Зеленского, судьба Украины. Я считаю, что произошла большая афера, которая провернул Зеленский, Коломойский и Авакова, обдурив людей. А все депутаты, сослуги народа, это болванчики, которые голосовали, что им сказали. Считаю, что произошел обман. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok